Приветствую вас на канале QS английский язык. Меня зовут Олег Иванилов и сегодня я вновь рассказываю о своем индивидуальном курсе, который вероятно затеснит тех, кто не хочет ждать пока погода изменится на филологическом фронте, скажем так, и кто-нибудь предоставит волшебную таблетку, которая вдруг, будучи принятой, сделает ваш английский язык таким сказочно прекрасным и легким и гибким. И сегодня я вновь рассказываю о своем индивидуальном курсе, затрону те вопросы, которые может быть раньше не затрагивал и начну с самого главного. Язык это его грамматика. В первую очередь, потому что слова может запомнить, как говорят любой дурак, но, скажем так, слова запомнить, используя обыкновенные просто связи наших каких-то картинок с их псевдонимами, скажем так, разными, скажем так. Вот это не большое ремесло, скажем так, это несложно запомнить слова, но так как они себя ведут, это система управления словами, это грамматика, это традиции языка, которые базируются в английском на банальной логике, которой вы уже владеете с самых, наверное, первых лет своей жизни, потому что в русском языке своя логика, но у нас есть еще логика восприятия мира, и она во многом совпадает с английской логикой взгляда на вещи, на пространство, на такой фактор, как время. Представим себе автомобиль на дороге, как обычно. Представим себе, что вы едете в этом автомобиле за рулем, и вы едете по дороге, которое называется время. То, что вы делаете на этой дороге, обычно называется событиями. Событиями. То, что вы можете теоретически сделать, это возможности. Вот эти возможности можно натренировать и превратить в события. События ведут себя по одной очень простой схеме, которая выражается в том, что настоящее время для нас номер один, прошедшее для нас номер два, а будущее мы можем подсветить фарами, если вдруг оно плохо видно, если оно трудно различимо. И я могу вам сказать, что в этом смысле моя система QS английский язык, Quantum Start, продвинулась довольно-таки далеко, далеко вперед от тех людей, которые сегодня просто, скажем так, иронизируя, говорят, что можно сделать за 15 дней на самом деле. Ну, я имею в виду не тех людей, которые, в принципе, потенциально являются кандидатами на обучение, а преподаватели, которые так ставят свои забавные смайлики там под моими объявлениями, например, которые содержат в себе довольно-таки осмысленную идею овладеть английской грамматикой, а английский язык имеет очень простую грамматику. В грамматике английского языка существует четкое разделение возможностей, которые можно превратить в события. Возможности, как мы уже вывели из первой части, скажем так, это то, что отвечает на вопрос, что делать. Что делать? Такой вот извеченно русский вопрос, вот он поможет нам в английском, потому что что делать? Ать, заканчивается на ть, и вообще очень многие глаголы в своих теоретических возможностях заканчиваются на ть, ать, ить, еть и так далее. И это все направление к событию, но еще не сами события. Когда нам говорят, что на дороге времени, скажем так, мы осуществляем события, которые называются временами, это полный бред, это вздор. Конечно, потому что времен никаких не существует в рамках одного мира, может быть, в рамках нескольких миров многословности Вселенной, несколько миров одновременно существуют в разных слоях времени. Но время, тем не менее, не является многочисленным фактором, и это доказывает английский язык, потому что в английском нет слова времена как такового. Есть он, но оно выражается исключительно в лирическом ключе, таком вот, литературном. То есть, ну как вот в том стихотворении времена не умирают, там времена не выбирают, в них живут и умирают. Я вам предлагаю жить в этих событиях, скажем так, и делать их живыми. Вот, а остальное мы всегда успеем. То есть, я хочу сказать, что времена на дороге времени – это свалка, большая свалка. Ну, примерно одна из таких свалок, которые, в общем-то, изображают собой хаос какой-то, да. И в такой грамматике вы никогда не разберетесь. А если разберетесь, ну, я не говорю никогда, я не категоричен столь. Но если вдуматься, то нельзя наши действия, состояния текущего, допустим, наше состояние просмотра этого видео называть временем. Потому что время – это всего лишь сопутствующий фактор вашему состоянию текущему. А обычно вы смотрите разные видеофайлы на разных каналах, и это ваши действия. То, что вы уже имеете просмотренным из всего этого большого количества информации – это наличие. Потому что имеешь сделанным к настоящему моменту – это четко отличается от того, что мы сделали в прошлом. В прошлом мы, возможно, что-то просмотрели, да. А только что недавно, такие вот шлейфы настоящего момента, которые никогда не остаются в прошлом – это все наличие уже сделанного. Чем тиражный день отличается от сегодняшнего? Ну, сегодняшний день заканчивается в текущем моменте. И не совсем заканчивается. Текущий момент никогда не стоит на месте. Он двигается вперед. И к настоящему моменту мы уже имеем покрытую часть дистанции сегодняшнего дня, но не можем назвать это прошлым, пока не наступило следующее утро. Вы не сказали, этот отрезок уже был сделан когда-то в прошлом, и тогда мы применим вторые формы, а сейчас, пока мы имеем сделанным что-то к настоящему моменту. А теперь представьте себе, что в силу относительности теории, относительности там relativity, вот настоящий момент тоже когда-то был будущим и когда-то станет прошлым. Если к настоящему моменту мы уже имеем прослушанным часть того, что я вам хотел сказать, то к этому уже моменту, взглядом из будущего, мы имели прослушанным что-то. А если мы будем рассматривать эту видеопередачу сейчас из прошлого, то к настоящему моменту мы будем иметь прослушанным. Точка обзора поменялась, будем иметь прослушанным. И это очень легко понять. Но когда нам говорят, что имею прослушанным, это present perfect, имел прослушанным, это past perfect и так далее. Буду иметь прослушанным, это future perfect, вроде бы как это, в принципе, можно уложить условно как-то в наши мозги, но наличие уже сделанного не отличается сильно от наличия, например, предметов каких-то у нас. Я имею много времени, я имел много времени, я буду иметь много времени, возможно, или собираюсь иметь много времени. То есть имею, имел, буду иметь, это обычный тот же ход, который говорит, что настоящее время это первая форма, вторая форма где-то в прошлом, а в будущем мы включим фары и увидим будущее. То есть получается I have, I had, I will have, и все, что мы дальше скажем, не так уж и важно. Но в данном случае, если мы имеем что-то уже услышанное в рамках этой передачи на канале, то имеем это всего лишь то же самое наличие в первой форме, то есть present simple. А услышанное уже, уже услышанное, запомните, уже услышанное, это и есть perfect. Но многие преподаватели об этом не знают, ставят там всякие смайлики, потому что их учили так же, как и учили тех, кто их учил, и они будут учить так же, как и тех, кто учил их. И ничего не изменится в этой схеме. И самый легкий язык в мире, английский язык, будет оставаться для вас камнем преткновения, если вы будете продолжать следовать этому, как бы вот принципу, ну это как теория о том, что Земля имеет квадратную форму, а проверить это, ну давайте попутешествуем, да, и все проверим, ну вроде бы как нигде мы изгибы вот таких не заметили. Ну да, Земля, конечно, имеет сферическую форму, и так же сферическую форму имеет наша Вселенная, не имеющая ни начала, ни конца, только поэтому. Вот край Земли, он невозможен в силу того, что Земля это такая вот немножечко алицеобразная сфера. Говоря о времени, время имеет спиралевидную структуру. Это доказывает предложенное управление английского языка, которое выросло из психофизического восприятия мира теми, кто говорил по-английски. Кто всегда говорил по-английски носителями языка, и когда мы говорим game over, а не game under, когда мы говорим right now, а не left now, мы тем не менее используем такие вещи, которые позволяют нам понять, что время движется слева, из-за левого плеча, откуда-то сверху. Потому что time is up, например, время является завершенным и высоким, да. Или почему мы говорим вообще right now, right now, right now, а не left now. Потому что left это то, что оставлено позади. Leave, left, left. Оставляю, оставил, оставленный. Это не просто цифры какие-то. Первая форма глагола, поставьте к ней ing, прибавьте там форму глагола to be, вы получите какой-то present continuous. Это грамматика не имеет шансов даже на выживание, потому что continuous это всего лишь одно слово. Так же как и perfect уже сделанное. А continuous делающий. Делающий так называется то, что объединили такой группой present continuous, past continuous, future continuous. Давайте вам докажу сейчас, что никаких групп и никаких времен не существует. То есть делающий отвечает на вопрос какой. Сейчас я и есть говорящий с вами. В прошлой какой-то передаче я был говорящий в какой-то момент, а в будущем я буду говорящим. То есть говорящий от этого не потерял свое щих, то есть ing-овое окончание в английском аналогичное. И от времени никак не изменился. Так что же это за время такое, которое не меняется с фактором времени? Так вот, это один элемент continuous, который в силу ing-ового окончания говорит о процессе. То есть на самом деле speaking, это например speaking English, это говорение по-английски. Ну например, в сочетании фразы my speaking English, моё говорение по-английски. И, допустим, сейчас я являюсь говорящим, был говорящим, буду говорящим. Видите, говорящим не меняется. Поэтому этот элемент ни в коем случае не умаляет то, что мы говорим в том же самом simple. Вообще английская грамматика простая. I am, I was, I will be. I am, я есть, I was, вторая форма. И will плюс один, то есть will be. Will плюс первая обобщенная форма. То есть получается я есть, я был, я буду. Ведет себя так же, как схематически, так же, как и я имею, я имел, я буду иметь. О чем же мы говорим, что мы говорим, что есть три группы времен в английской грамматике? Да, мы говорим о мистификации, которая придумана для того, чтобы вы не уехали за рубеж, чтобы вы не путешествовали. Ну, наверное, я сейчас переигрываю, скажем так говоря, как о каком-то conspiracy, заговоре каком-то нет. Но на самом деле была такая цель, и довольно-таки недвусмысленная, когда-то при советах, когда вообще путешествия за рубеж, они считались привилегией только высшего разряда помещиков. И, скажем так, новых помещиков, то есть высших пролетариев, скажем так. И потом ничего не поменялось. Мы до сих пор живем при пролетарском режиме и просто думаем, что у нас капитализм. Но это, я сейчас не буду уходить в политику. Язык, тем не менее, отражает очень многие стороны нашей жизни, наше мировоззрение. И когда мы говорим «я уже сделал», мы говорим о прошлом. А когда они говорят «я имею» уже сделанным, они говорят о настоящем, потому что имеют это в руках и никуда никому это не отдадут. То есть, а я уже сделал, все, что упало, то пропало, оно уже прошлое. А прошлое, между тем, является тем в английском, с точки зрения английского языка, куда мы никогда не вернемся. И там мы можем смело употреблять вторые формы, употреблять вторые формы. То есть, когда вы придете ко мне на курс, если вы примете такое решение, дальновидное решение, очень серьезное решение в вашей жизни, то в первый день уже из 15 изменится ваше понимание того, насколько легок английский язык или насколько он труден, казался, трудным, казался вам до этого курса. Это 15 шагов, которые кажутся, например, старшему преподавателю Санкт-Петербургского университета, я не буду называть имя, смешными. И она считает, что английскую грамматику надо изучать 5 лет, 6 лет и так далее. Я же говорю, это самая легкая грамматика с двумя окончаниями глагола. Ну, скажем, с натяжкой 3 их. То есть, инговая, которая говорит о процессе, то есть, она делает, что дело не е, делающий, делая. И окончание иди, которое используется вообще только для новых глаголов, современных, не тех старинных, которые есть в таблице. Чтобы получить вторую и третью форму современных глаголов, то есть, сделал и сделанных, используется окончание иди. Одно и то же, для двух видов слова. Например, played сыграл и played сыгранный. Это вторая и третья форма глагола современного play. To play. Точнее, это я уже в инфинитиве. Тут есть деятели, которые говорят вообще на ютубе, что первая форма это и есть инфинитив. Но infinity это бесконечность. Там нет ни начала, ни конца. Понимаете, и времени нет. Поэтому у глагола, который отвечает на вопрос, что делать, нет никакого времени. И это всего лишь направление к действию. Как направление к какому-то городу, к какой-то стране. Допустим, самолет летит там в Норвегию, допустим, to Norway. Куда? Направление в Норвегию. Считаете ли вы направление в Норвегию равным самой Норвегии? Конечно, нет. Но почему-то некоторые люди считают, что направление к событию является событием. Уже событием. То есть делать является делаю. Если у меня есть идея делать, то она автоматически становится событием, что ли. Ну, допустим, я решил стать, я не знаю, новым королем Швеции там или Орданией. Это прикольно, конечно. Это, ну, и шутка, конечно, с моей стороны, да. Ну, допустим, стать и являюсь, это не одно и то же, понимаете. И поэтому to be и am, это не одно и то же. I am, я являюсь. А to be это направление к событию бытия. То есть быть это одно из звеньев, четырех звеньев фундамента. Один из четырех столбов этого фундамента. Быть, делать, иметь. Это три. А на четвертый угол будет занимать режимная подсветка вот этих вот трех углов. Такая прожекторная секция, где каждый из лучей этого прожектора может обладать светофильтром могущества. Например, can be, могу быть. Can do, могу сделать. Can have, могу иметь. Could have, мог бы иметь. Could do, мог бы сделать или мог сделать. Вот could be, мог быть или мог бы быть. Там это немножечко даже совпадает. Видите, как диверсификация очень мало в английском. Такой вот. Далее. То есть это, конечно, не все. Но я могу сказать вам, что такие фразы, как, допустим, вот взять глагол to call, да, например. Например, вы сможете сделать их на первом уроке, причем все, используя банальную логику. Не за мной повторить, а именно создать эти реплики, создать самостоятельно. То есть, например, я звоню обычно I call, я позвонил в прошлом I called, я позвоню в будущем I will call. Я являюсь звонящим I am calling, я был звонящим, соответственно, M меняется на I was, на вторую форму. I was calling в какой-то конкретный момент. То есть мы хотим вот такую прямую трансляцию дать из прошлого. I will be calling, я буду звонящим. И звонящий от этого не будет меняться. Времена группы Continuous или Progressive. Continuous, Progressive. О, как здорово, да. Мы лишились двух групп времен, так называемых, и оставили только одну группу. Она и всегда была одной группой. Настоящее прошлое и будущее. Как сказал Эйнштейн, это вообще не постоянные величины, они variables. Такие вот варьируются. То есть вариативные, такие вот три взгляда на время с разных точек обзора. То есть приходите на эти занятия. То есть что вы сможете сделать с этим глаголом call? Я сейчас переводить не буду. I call, I called, I will call. I'm calling, I was calling, I will be calling. I am called every day. I was called yesterday, I will be called tomorrow. I am being called, I was being called, I will be in progress of being called. I have called, I haven't called, I have to call, I don't have to call. I had to call, I didn't have to call. I had called, I hadn't called, I will have called, I won't have called by the time yet. Как бы I will have to call и I won't have to call. Как минимум. Дальше. I would call, я бы позвонил, I would have called, я бы имел уже это сделанным за плечами. То есть у каждой мысли есть своя траектория. Это как минимум. И умножьте на количество глаголов, которые есть каждодневных в английском, и вы сможете в этой схеме чувствовать себя как рыба в воде, как дома. Но для этого нужна привычка. Конечно, не бывает чудес. И конечно, все требует тренировки. И вот эта тренировка, она и делает ваш навык привычным, вербальным, моторно-вербальным. Потому что задействуется именно вербальная память. Это часть долговременной памяти, которая очень сильно зависит за долгожительство вашего английского. За то, насколько он сохранится, если вы не будете язык использовать, например, полгода, полтора года, или может быть даже 10 лет, но потом всегда вспомните. Это как игра на фортепиано. Пальцы помнят все, да, и мышцы помнят все. Но самое главное, ваше воображение помнит все, потому что именно его мы будем использовать. Не вот эти банальные выложенные пластиковые формулы, которых надо один кирпичик прибавить к другому, и непонятно по какой логике мы действуем. А именно сделать так, чтобы логика была воспринята, вот к будущему моменту я буду иметь что-то сделанным. Потому что к моменту вообще нельзя что-то сделать, только иметь сделанным. То есть к прошлому моменту имел сделанным, к настоящему, естественно, имею сделанным. А кто-то имеет, там, has done, hasn't done, и так далее. То есть плюс ко всему вы сможете глаголы эти, видеть из них веревки в вопросах, например. Допустим, мы будем знать, что когда мы спрашиваем, где ты, да, мы спрашиваем, допустим, where are you? Мы интересуемся состоянием. Допустим, где ты живешь? Вроде бы одно слово добавилось, живешь, его надо сказать. Ничего подобного. То есть потому что мы можем спросить того человека, который сейчас не находится там, и не о состоянии будет этот вопрос. То есть where are уже не прокатит. И мы скажем, where do you live? Где делаешь ты обычно вот это вот действие жизни? То есть почему мы в некоторых случаях употребляем do, в некоторых are, там, перед you, да? Почему вообще этот элемент надо ставить перед главной фигурой? Вы все это поймете. Почему ты уже сделал, отличается от, ты сделал что-то вчера, потому что мы спрашиваем о наличии, к настоящему моменту, движущемся вперед, уже сделанного какого-то, какой-то части процесса, какого-то, да? Я уже проехал полпути, например. Но проехал это прошлое. Какое прошлое? Оно сейчас продолжается. Я имею уже проеханную половину пути, а в прошлый раз я проехал полностью там, ну, допустим, 530 километров до Москвы, допустим, и так далее. То есть вы сможете отрицать don't have, не путать, haven't, потому что такие глупые русские ошибки, ну, скажем, русские ошибки, русскоязычные ошибки, они являются, ну, скажем так, как тем, что вы пришли с правилами русского языка в английский язык. Как вот с правилами английского языка, если прийти в русский, то один может обнаружить, что это является делаемым очень неудобно. То есть я хочу сказать, что нет проще задачи для меня сейчас, и нет труднее задачи для обычного филолога. Я тоже филолог, я дипломированный филолог. Но я уже 25 лет после получения своего диплома тренирую именно мышление по-английски. Мышление по-английски, о котором забывают, мышление, о котором, которые просто игнорируют, а говорят, зачем это? А зачем этот have тут? Он же, возьму тут, переведу тут, I have been living here for two years, я уже живу здесь два года. I have been living here for two years, и скажут, I have been living, это я уже живу, на самом деле. А кто вам скажет, что это я уже пробыл живущим, да? Ну, в принципе, я скажу, но дело не в этом. Каждая деталь под капотом нашего автомобиля, чтобы он бегал хорошо, чтобы он не ломался, скажем так, на первом разговоре, виртуального такого автомобиля, да, автомобиля времени, мы осознаем, что такое время, это такой дополнительный бонусный фактор. Вы будете знать о времени все. Вы будете знать о мышлении англоязычных все, что только можно включить в 15 уроков. Это огромный массив. И пусть они там расписывают свои программы в университетах, и смеются, ставят эти рожицы свои, ну, меня это тоже, меня это больше забавит, чем там раздражает. Но я просто думаю, если человек привык таскать с собой провода, как в том фильме «Обратная сторона Луны», и не понимает, что телефон можно спрятать в карман и уйти с ним куда-то, и позвонить по дороге, то он просто еще не догоняет, понимаете? Вот это время, которое мы пытаемся достичь того, чтобы мышление по-английски легло в основу английской грамматики. Я делал для этого все. И у вас все получится. Несмотря на привычку говорить по-русски, очень сложный язык, русский язык. Вы сможете говорить по-английски, вы сможете. Кто бы вам что ни говорил, что вы времена там какие-то не выучили, и что вы домашнее задание не сделали, потому что кому-то не хватило времени тренировать ваш навык на занятии на самом. А вы сможете. Вы на занятии сможете это сделать. На самом занятии. А между занятиями отдыхайте. Никаких домашних заданий этих тупых. Домашек. Я не люблю слово «домашка». Оно мусорное. Мусорное слово «домашка». Что такое «домашка»? Это «машку за ляжку» и так далее. Это пошло даже говорить «домашка». То есть «домашка» и настолько привыкли к этой «домашке». О, без «домашки» никуда. Что ты? Как же можно без «домашки»? Нельзя. Без «домашки». Ну, ладно. Пускай, как бы ее ни называли. Я придираюсь к терминам. Но он просто пошловато. Я не люблю этот термин «домашка». Ну, не знаю. То есть это... Ну, как бы есть домашняя работа. Дали тебе несколько палок. Обстругай дома там, принеси мне, покажи. Вот как ты самостоятельно сделал. Да. То есть вот это ваша «домашка» так называемая. Вы возьмете книгу англоязычную? Не, сделанную для того, чтобы вот, которая как Буратино мы читаем. Вот это вот, я имею в виду, какой-то сюжет про то, как один маленький клопик там встал, вылез из цветка и посмотрел на бабочку. Зачем вам это? Вы ребенок, вы будете читать то же самое на русском? Вам нужны захватывающие сюжеты, которые действительно будоражат, которые действительно заставляют задуматься о том, о чем задумывался, может быть, главный герой этого романа. То есть у меня как бы есть четкие авторы, которые довольно-таки присутствуют в этом обучении вот так вот наглядно, чтобы мы смогли русский язык превращать в английский буквально на ходу. То есть где-то мы находим вот такие вот диалоги и посмотрим, где у нас слабые места какие-то, белые, пробелые. Это практика, это на самом деле практика. Также у меня есть такие вот ходы, которые мы можем играть в ассоциативные игры, мы можем выяснять что-то у друг друга с помощью вопросов, правильно заданных по-английски, получая на них английские ответы, вообще без русского языка. Но русский язык нам необходим для сравнительно типологического анализа на первых этапах. И потом этот анализ постепенно сдвигается в сторону подсознания, в сторону привычного, в сторону вербально знакомого, где уже действительно, наверное, собираются какие-то смысловые блоки, и мышцы, скажем, наши извилины это помнят, потому что каждый раз, когда вы создаете новую речевую модель, в вашей голове рождается новая электронная схема. В нашей голове есть электричество, которое способно зажечь лампочку, если его собрать, но мы, конечно, его собирать не будем, у нас для лампочки есть там розетки, собственно, sockets and plugs. Вот, power supply. Мы будем расширять нашу словарную базу не сразу, а только когда укрепится грамматика. Ну, где-то там на пятом уроке примерно она укрепляется, и мы начинаем расширять наше познание того, как видят мир по-английски жители этих стран, Великобритании, США, соответственно, Соединенных Штатов, да, United States, Canada, Australia, то есть, all the guys. Мы понимаем сейчас, может быть, как это делается. Можно ли этого достичь за 15 уроков? Можно, потому что вы учитесь сразу, вы идёте, грубо говоря, из Балагоя в Москву, а не через Санкт-Петербургский университет. То есть, я не говорю, что Санкт-Петербургский университет, это для меня что-то... Вы понимаете, вот в моей я никого не хочу этим унизить своим выступлением. Я просто хочу сказать, что когда человек с образованием ну вот такую улыбочку выставил, это нормально. Вот когда ха-ха-ха, ржачно, за 15 уроков ничего нельзя достичь, согласно вашей программе нельзя. Я серьёзно говорю. То есть, согласно программе университетской, вы никогда этого не достигнете. Там есть наивная такая работа, бесполезная, сизифо-трупп, когда вы пытаетесь по контрольным работам, по каким-то вот этим вот... по контрольным работам, тестам, научиться не делать ошибки в английском. Это исправляется всё на раз. Это простейшая грамматика в мире. Приходите на мой курс QS, английский язык. Quantum Start English, QS.class.com То есть, и у вас будет и тренажёр, и все мои учебники. Кстати, по мышлению учебник, английский язык или не о времени. У вас будет также в комплекте английский язык. Это электронная книга тоже. Английская фонетика. Избавляемся от родного акцента в английском. В английском, не в родном языке, конечно, потому что родной язык мы... Собственно, почему бы его не уважать? Он сделал из нас говорящих людей, скажем так. И... Так же у вас будут две мои новые книги. Это... Шмокси Фокси, такой юмористический немножечко. Такой литературный мой опыт на английском языке. Это книга для чтения. И она довольно-таки изобилует теми фразами, которыми не брезгуют в живой речи взрослые люди, скажем так. Конечно, не лиса, которая пиджак надела и галстук. То есть... Также у нас будет книга The Secret Immortal System. Это The Secret Immortal System. Секретная система бессмертия. Как бы это ни звучало, но кто-то должен делать шаги в этом направлении, в геронтологическом. И это мой опыт 25-летний. Также я... Также в 95-м году преподаю я в 94-м. А в 95-м я решил создать такую систему, которая позволит человеку быть неуязвимым для каких-то паразитов, болезней. И также такой... Одной из таких болезней, я считаю, старение, aging. И чтобы его победить, нужна эта система. Она состоит из медитации и определенных процессов замены воды в организме. С вами был Олег Иванилов. Мой телефон... Значит, WhatsApp. Это WhatsApp. Лучше звонить по WhatsApp или SMS-ку пришлите по обычному телефону. Плюс 7962-9696-745. Все есть. Вся информация есть под этим видео на YouTube. Спасибо огромное за ваше время, уделенное этой программе. И мне очень нужны, мне очень необходимы сегодня ученики. Также, потому что бывает такой вот сезон затишья. И я готов пойти на компромисс. Спасибо.